Окей, всем салам. Сегодняшняя глава, помимо того, что это вы экран, сегодня мы читали, мы вступили в месяц Ниссан, месяц освобождения. Поэтому я хотел бы рассказать немного по поводу понятия изгнания в Египте и выхода из Египта с точки зрения концепции Алтар-Эбби, как он излагает это в книге Торо Ор и в других местах. Известно, что все предметы существуют, все предметы, знакомые нам, существуют не только в материальном мире, они существуют еще в некоторых измерениях. А именно, они существуют в высших мирах, в духовных мирах, от которых жизнь у нас приходит в наш мир. Они существуют также в душе человека в виде определенных процессов, которые в ней происходят. И поэтому, чтобы понять сущность того, что называем мы египетским изгнанием и выходом из Египта, сущность, которая с внешней стороны выглядит довольно просто. Жили в стране недружелюбной, нас угнетали, нас мучили негодяи, а потом мы вышли, освободились и пошли в хорошую жизнь. Чтобы понять внутренний смысл этого, необходимо обратиться к двум другим планам, о которых я сказал. Утверждает Алтар-Эбби, что есть такое понятие, как Египет, в мире святости. Утверждение это несколько удивительное для нас, потому что мы привыкли ассоциировать Египет с чем-то сильно нехорошим, неприятным и нечистым. Египет – квинтэссенция нечистоты. Помимо того, что они довели на нас, это была просто нечистая страна, самая большая нечистота в мире. И Робейна говорит, Алтар-Эбби говорит, что есть понятие Египет в мире святости, что там есть свой Египет. Если мы поймем, что такое Египет в мире святости, это даст нам ключ к пониманию, что такое тот Египет и что такое выход из Египта. Удобно это сделать на примере душевной жизни человека. А именно, есть такое положение, что разум порождает медову. То есть, когда человек понимает какую-то вещь, например, что какой-то предмет является полезным, важным, ценным для него, он начинает его любить. Разум порождает медову. Другой вопрос, что есть обратный процесс. Сори, я дико извиняюсь. Есть просьба людей говорить чуть погромче. Хорошо? Если это несложно. Люди слушают в телефонах, и у них не слышно очень хорошо. Все, слиха. Будем стараться. Если что, дай мне опять-таки отмазку, я буду еще больше стараться. Пока нормально? Ну, мне нормально. Мне не в телефоне замечательно. Люди пускай говорят, и я постараюсь. Итак, разум порождает медову. Хотя, как я говорю, бывает обратный процесс, когда медову человека и эмоции человека порождают его разум. Однако, вот этот обратный процесс, он больше присущ дурной стороне человека, когда он начинает думать и понимать что-то так, как ему подсказывают его чувства. В мире святости другой процесс. Разум должен воздействовать на чувства, не наоборот. Итак, возьмем, разберем вот этот процесс, когда разум, как мы сказали, порождает медову, воздействует на чувства, на эмоции, порождает их и развивает их. Выглядит он предельно просто, я уже высказал, что человек понимает, осознает какая-то вещь, это благо, он начинает ее любить. Однако, на самом деле, этот процесс не такой гладкий, безумночный, как он описывается. Просто потому, что разум и эмоции, это два различных мира, которые, свойства которых совершенно различны, и передать из одного в другой совершенно непросто. То, что для разума очевидно, для медов совершенно непонятно, и наоборот. Поэтому это переход, это переход от двух различных существ. И есть такое правило в логике или в дамахшава, в философии, что одна сущность не может плавно перетечь в другую сущность. Приведу эту идею на примере очень понятном, для некоторых и близким. Предположим, человек много работает с бензопилой. Там есть мотор, который крутит эту бензопилу. Предположим, ему надоела эта работа с бензопилой. Ему хочется оказаться в тех местах, где эта работа не практикуется. Оказаться в этих местах ему непросто. Он решает сделать из бензопилы вертолет. И он переделывает эту бензопилу вертолет. Я слышал, как реальная история или как шутка, что какой-то умелец так сделал. Сорубил себе из бензопилы вертолет и на нем перелетел в такие места, где бензопила не так актуальна. Так вот, совершенно ясно, что когда он переделывал пилу в вертолет, наступил момент, когда пилы уже не существуют, а вертолеты еще не существуют. Невозможно плавно переделать пилу, чтобы она перетекла в вертолет плавно. Одна сущность не может перейти в другую неоплавно. То есть она должна пройти какой-то этап отказа от себя. Когда нет первой сущности, вторая еще не появилась. Некоторые этапы отрицания. Поэтому, написает Алфредо, что когда разум человека должен прийти и породить эмоции, должен быть какой-то этап, на котором разума уже не существует. Он уже сжат, сократился и уже не видно его, а эмоции еще не появились. Этот этап занимает очень большое место в работах Алфредо, по той простой причине, что он занимает очень большое место в Кабале-Аризе. Этот этап носит название Ибур, то есть беременность. Действительно, можно понять, что во время беременности человек как бы существует в зародише, но реально человека еще нет. Он скрыт внутри матери. Мать есть, она видна, ребенка еще нет. И поэтому говорит Аризе, что мать – это качество или сфера бина. Ребенок – это эмоциональные качества, которые в Кабале называются зерампин и молхут. Наши шесть эмоций, седьмая – молхут. Не хочу сейчас обсуждать это. Это увело бы нас в сторону. И вот чтобы родились эмоции, мать, то есть бина, должна пребывать, получить беременность, и эмоции будут пребывать в состоянии эмбриональными, когда их еще нету в явном виде. Итак, мы выяснили, что в душе человека, когда он начинает понимать какую-то вещь, он в принципе хочет, чтобы это его понимание породило соответствующие эмоции. Ну, обычно у нас по отношению к житейским вопросам это само собой происходит. Но иногда человек, например, хочет, он любит Кока-Колу, он хочет перестать ее любить, потому что она вредная. Он должен долго работать с собой, чтобы он перестал ее любить. И вот выясняется, что в этом процессе есть такой этап, как беременность. Когда эмоции еще не появились, они скрыты внутри разума, но они должны выйти. И такой же процесс в высших сферот, в высших мирах происходил в обремя египетского изгнания. Тут возникает вопрос. Но процесс беременности, он вполне легитимный, правильный и нужный. Чего плохого, что этот процесс имел место тогда. Сказано в Торе, есть такая фраза. Фараон стоит на Ниле. Это был сон фараона, который ему объяснил Йосиф. Но фараон видел, как он стоит на Ниле, причем это дословный перевод. Он именно стоял на Ниле, не на берегу Нила, а на Ниле. Объясняется в Кабале, что Нил указывает на сферу бина. На качество вины Всевышнего. Фараон, буквы слова Паро, фараон, составляют слово Орэ, затылок. Не лицо, а затылок. Лицо – это то, куда направлен человек, то, что его интересует и что ему важно. А затылок – это он направлен затылком к тем вещам, которые ему менее важны, менее интересуют. У Всевышнего тоже есть лицо, есть затылок. Лицо его направлено на служение народа Израиля. Затылок его направлено ко всем прочим вещам, которые нужны для этого служения, но Всевышнего не так интересует. Не так ему приятно. И вот фараон представляет эту сторону. Он стоит на Ниле. Он стоит на движении бины Всевышнего, из которой должны родиться медов. Как только родятся медов, евреи выходят из львиста. Фараон стоит и не дает произойти этому выходу. Он подавляет бину. Есть иллюстрация вот этой идеи. Известно, что фараон приказывал бросать именно мальчика в Ниор, в греку. Помимо общих, так сказать, негуманностей этого действия, оно имеет более глубокий внутренний смысл. Этим физическим действием он хотел произвести духовное воздействие, чтобы мальчики, то есть медо, то есть эмоции наверху, эмоции Всевышнего, не могли родиться из его понимания. И евреи продолжали бы оставаться в изгнании. И мальчики, которые как бы хотят выйти из бины, из йора, он бросает обратно в бину и дает им выйти. Поэтому мы видим, что беременность – вещь хорошая, но затянувшаяся беременность – это вещь совершенно нехорошая. И именно это то, что происходило в Египте – искусственно за счет фараона затянувшаяся беременность в высших сферах. Мы понимаем, что нужно наше стремление, стремление Всевышнего, чтобы это положение прекратилось, чтобы произошли роды, чтобы наверху в высших мирах родились эмоции Всевышнего, его любовь к еврейскому народу, его, то, что он заботится о еврейском народе. Для этого эти же медо должны были родиться у евреев, любовь к Всевышнему, страх перед Всевышним. Есть одно правило, что не бывает родов без родовых схваток, без некоторых родовых мук. Что означают в данном случае эти родовые муки? Объясняет Алтереде, что у человека может создаться ситуация, когда разум его в состоянии беременности. Он все понимает, он осознает, видит, он все понял. Эмоции, эмоции отсутствуют, он не чувствует особой тяги к Богу, он не чувствует особой тяги к выполнять его приказы. Он не чувствует, он говорит, я все понимаю, ну что я могу сделать, я не чувствую. Говорит Алтереде, это невозможно, роды здесь не произойдут, пока он не будет родовых мук. Он должен почувствовать, что что-то не в порядке, что ему тяжело от этого. Хочу привести слова первого горского рэббиха Инуши Арим, просто как иллюстрацию. Он сказал, что при описании народа Израиля в Египте перед освобождением фигурирует такая вещь, что они больше не могли выдерживать выдерживать египетского рабства. Он говорил, именно этот момент означал начало освобождения. Пока они могли выдерживать и говорить, ничего, поднатолжимся, мы сдержим. Не было освобождения. И когда они сказали, нет, больше мы не можем терпеть, это было началом родовых схваток. терминологии «Алтерей». И что можно сказать, когда происходят такие рождения, у человека это очень радостная вещь, когда он из его понимания рождается эмоцией, прежде всего это вызывает радость. Как говорится в Таиле «Эмабанин смеха». Мать детей радостная. Мать детей – это вина. Дети – это эмоции, медот. Когда они наконец появляются, приходит радость. Радость, когда то, что было глубоко сокрыто, вышло и раскрылось. Это квинтэссенция радости. Это сущность самого понятия радости. Человек приходит к радости. Если же говорить о проекции этого движения на наш мир, еврейский народ начинает двигаться, выходя из Египта и идя далее и далее. И я хочу сказать, что есть интересная иллюстрация того, что мы говорим о пасхальной жертве. В описании пасхальной жертвы говорится, что говорится такая фраза «Росо алкрав ваал кирбо». Голова, я перевожу сначала дословно. Голова на ногах и на животе. Обещает Раша, что это надо понимать не дословно, что этот ягненок, который пасхальная жертва, он должен быть и голова, и ноги, и туловище – все вместе. Не говорится о его форме. Однако дословный перевод звучит именно так. Голова на ногах и на животе. И говорит Раби Хайм Виттель, приводит слова Аризера, что в таком понимании эта фраза описывает положение плода в утробе матери. Потому что говорится в Талмуде, что ребенок в утробе матери скрючен в трое. И снаружи видны только ноги. А голова покоится на животе, и вокруг этого ноги. Пасхальная жертва описывает как бы беременность. Описывает беременность, которая затянулась, которая была наверху. Мы режем этого ягненка, мы приносим жертву, она уходит. Это означает освобождение из Мисрая. Спасибо. Шаббат шалом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok